мир всем мир всем Игнатий Тихонович благодарю вас за все мир вам спасибо Христос всем мира принимаем с миром как меня слышно отлично хорошо слышно мир всем я хочу сказать Виктору он не знает Игнатий Тихонович мы же там договаривались включить сектанта вы не против если включить сектанта который под именем Олег Сват изъявил желание пообщаться я против это тот Олег Сват которым Игнатий Тихонович однажды разговаривал видео есть Игнатий Тихонович дал добро отказал если он будет вести себя не так как нам мы его сразу вырубим короче ну хорошо включайте тогда если он будет нарушать какие-то наши правила ну то есть установленные уже годами значит мы его выключим да и все то есть там вопрос будет решен моментально добро Игнатий Тихонович не против вы я уже говорил об этом что они могут задать вопрос один вопрос на время занятия один вопрос и выслушать ответ большего и не позволяется но они не будут так себя вести но все таки не будут не будут так вести значит будет будут заблокированы все потому что это православное содружество нам зачем эту гнить всякую собирать гной то размазывать встанем все для молитвы старю небесный утешителю души и стены и же везде с и и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю приди и вселись овны и очистены от всякие скверны и спаси блаже души на господи благослови нас на сие занятия слово твое да вселяется в нас обильно со всякой премудростью благодарим тебя господи за эту возможность вникать слово твое святое и вечное тебе за все хвала слава чести поклонение отец сын и святой дух аминь во имя отца и сына и святаго духа аминь православное изучение священного писания евангелие от матфея 28 глава с первого стиха страница 215 первый тон толкования блаженного феофилакта итак с первого по восьмой стихи по прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла мария магдалина и другая мария посмотреть гроб и вот сделалось великое землетрясение ибо ангел господень сошедший с небес приступив отвалил камень от двери гроба и сидел на нем вид его был как молния и одежда его бела как снег устрашившись его стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые ангел же обратив речь к женщинам сказал не бойтесь ибо знаю что вы ищете иисуса распятого его нет здесь он воскрес как сказал подойдите посмотрите место где лежал господь и пойдите скорее скажите ученикам его что он воскрес из мертвых и предваряет вас галилеи там его увидите вот я сказал вам и выйдя поспешно из гроба они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам его толкование блаженного феофилакта сей последний день евангелист называет единую от суббот это потому что вообще дни седмицы называли субботами а первый день единым почему воскресный день и оказывается единую от суббот то есть первым из дней недели ближайший к этому первому дню вторым от суббот следующий третьим и так далее господь воскрес ту пору когда камень лежал еще на гробе по воскресение же господа приходит и ангел чтоб отвалить сей камень и открыть женам вход во гроб землетрясение было для того чтоб пробудились стражи и поняли необычность случившегося то есть чудо воскресения господь воскрес тридневен но каким образом насчитывается три дня в восьмом часу пятка господь был распят с этого часа до девятого была тьма это время тьмы считай за ночь затем с девятого часа опять был свет это считай за день вот как бы сутки день и ночь далее ночь пятка и день субботы составляет вторые сутки потом следовало ночь субботы и утро воскресенье утро принимается в счет за целый день вот третьи сутки от матфея двенадцать сорок об ангеле матфей говорит что он сидел на камне между тем как марк свидетельствует что он отвалив камень сидел внутри гроба на правой стороне не противоречат ли они друг другу нет ангел сначала надо бы наполагать явился сидящим на камне а потом когда жены входили в огру он предварил их и снова явился уже сидящим на правой стороне внутри гроба ангел не стыдится называть господа распятым потому что крестом доставившим нам все благо он хвалится как некоторым победным оружием и вопросы пожалуйста если у кого возникают по этим стихам двадцать восьмой главы по прочитанным идем дальше с 9 по 10 стихи двадцать восьмой главы когда же шли они возвестить ученикам его и сей Иисус встретил их и сказал радуйтесь и они приступив ухватились за ноги его и поклонились ему когда говорит им Иисус не бойтесь пойдите возвестите братьям моим чтобы шли в Галилею и там они увидят меня толкование господь господь возглашает женам радуйтесь так как женский пол осужден был на скорбь то господь воскресением своим доставил женскому полу радость и благословил жен впрочем некоторые говорят что они намеренно ухватились за ноги его чтоб удостовериться действительно ли он воскрес и не мечта ли это или не дух ли они думали было что это дух и так в этот раз обе Марии прикоснулись к ногам его если же он говорит что Мария Магдалина хотя и пыталась прикоснуться но не была допущена то это было потому что она хотела всегда пребывать с ним так же как и прежде или лучше она потому не допущена была прикоснуться ко Христу что это было излишне ибо после того как она по сказанию Матфея уже прикоснулась к ногам его что была за нужда прикасаться в другой раз и поэтому как желающая излишнего она не допускается ну свидетель Анзлатоуст более подробно говорит что она как бы неблагоговейно себя вела по отношению воскресшему спасителю вот и Господь и не допускает этого не прикасайся ко мне а иди возвести возвести братьям моим о том что я воскрес так ну вопросы такие так с 11 по 15 стихи 28 главы когда же они шли то некоторые стражи войдя в город объявили первосвященникам о всем бывшем и сие собравшись со старейшинами и сделав совещание довольно денег дали воинам и сказали скажите что ученики его придя ночью украли его когда мы спали и если слух об этом дойдет до правителя мы убедим его и вас от неприятностей избавим они взяв деньги поступили как научены были и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня толкования блаженного фифилакта стражи возвестили обо всем именно что произошло землетрясение что камень отвалился сам собою что сами они от страха были мертвые но иудеи не вразумляется и тем о чем свидетельствовали им воины напротив еще заражают воинов страстью то есть ребролюбием и советуют им сказать то что всего нечестивее и безумнее то есть что господь украден но безумные вы как могли украсть ученики когда они от страха сидели в запертии и отнюдь не смели выйти и показаться если же бы украли то как решились бы впоследствии умирать за него проповедуя что он воскрес как согласились бы страдать за ложь вопрос я только не знаю как будет присоединение хорошей любви ну и святитель Иоанн Златоуст он очень подробно конечно это все разворачивает толкование господь ему на сердце положил вот что как такие немощные рыбаки могли придумать какую-то идею идти умирать за нее если они пошли умирать значит действительно было воскресенье вот и насколько говорит мы слабые немощны что двенадцать апостолов ну одиннадцать точнее один отпал заквасили всю вселенную а мы не можем говорит обратить город Антиохии но он говорил проповедь в Антиохии поэтому это и доказывает раз они шли умирали это доказывает то что Христос воскрес и эту радость они несли во все концы вселенной так вопросы или дополнения идем дальше шестнадцатого по двадцатой стихи одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору куда повелел им Иисус и увидевшие его поклонились поклонились ему а иные усомнились и приблизившись Иисус сказал им дана мне всякая власть на небе и на земле и так идите научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа уча их соблюдать все что я повелел вам и сей я с вами во все дни до скончания века аминь толкование блаженного феофилата то явление о котором говорит Матфей было после тех о которых говорит Иоанн ибо Господь часто являлся им продолжение сорока дней то приходил то опять уходил и не всегда и не везде был с ними и так верховные ученики вместе со всеми прочими последователями Господа поклонились ему впрочем могло быть и то что и все сомневались как действительно говорит о том Лука судя по всему этому ты должен понимать так пришедшим Галилею ученики поклонились ему но эти же поклонившиеся в Галилее прежде как говорит Лука сомневались когда были в Иерусалиме крестом своим я победил уже имеющую державу смерти подчинение бывает двоякое одно невольное по которому все мы рабы у Бога и по неволе не исключая демонов другое подчинение произвольное в таком смысле например Павел был раб Христов прежде когда все оказывали одно только непроизвольное подчинение Спаситель имел власть над всем только как бы в половину но после креста когда богопознание стало доступно для всех и когда все покорились добровольно кресту прилично было сказать ныне я получил всякую власть прежде я имел власть только отчасти когда служили мне только невольно поскольку я творец но ныне когда люди служат мне свободно и разумно мне дана уже всякая и все целая власть кем же она дана ему очевидно что он сам ее принял смирив себя до смерти и распятия иначе если бы он не смирился и не сразился с врагом посредством креста то и не спас бы нас имя у трех есть одно бог следовательно троица есть един бог сказавши что крестить должно во имя троицы он преподал нам богословие а присовокупивши что должно учить и соблюдать заповеди показал нам деятельную добродетель знает что и о кончине века он напомнил для того чтобы побудить их еще более презирать опасности не бойтесь говорить все мирское горе ли то или благополучие будет иметь конец посему ни в горе не отпадайте потому что оно приходит ни благами не обольщайтесь потому что они кончатся впрочем не к одним апостолам относит обещание Господа быть с ними но и ко всем вообще ученикам его то есть ко всем верующим него и хранящим его заповеди потому что апостолы имели жить не до кончины века и так Господь обещает свое пребывание до скончания века и нам и тем которые будут после нас однако не в том смысле что до скончания века будет а после скончания не будет нет тогда то особенно и будет пребывать с нами и притом яснейшим образом ибо речение до где не встречается в писании не исключает того что будет после возблагодарим же Господа пребывающего с нами здесь нам ныне доставляющего всякое благо и еще совершеннейшим образом желающего пребывать с нами в бесконечные веки ему подобает всякое благодарение и слава и честь во веки веков аминь и комментарии Игнатия Тихоновича если бы кто-то сказал апостолам не говорю Христу что придет такое время когда называющий себя служителями Христовыми намертво забудут его слова и все богословие сведут к ритуалу брецанию кадилам чудесам от икон бесконечным просто безумным канонизациям предвосхищающим суд Божий и церковь превратят не в кладбище а в скотомогильник то могли ли бы поверить в это служители слова вопрос если сегодня в любой православный храм зашел бы апостол Павел торсианин и постояв хотя бы 10 минут у порога послушал бы какое-то невнятное обормотание из-за икон просто непрерывное движение людей по храму и увидел бы чем торгует и зачем вся эта торговля в храме то не спросил ли бы он что за вера исповедуется здесь ну вот как сегодня ролик посмотрел обормотание это ребенок-то копирует дьякона или батюшку да что-то там напевает такой стоит интересный ролик признать то что есть сегодня за евангельское не смогут даже при всем желании и сами священники если бы апостол зашел бы в крестильное помещение предварительно побыв среди пришедших креститься и посмотрел бы как это совершается то не спросил ли бы он во имя какого бога это происходит но признать творимое в крестильных где любого пришедшего с улицы прикоснувшись мокрой ладонью к его голове объявляет христианином признать это за евангельское кто дерзнет на это измысленно совершенно новая религия под именем православия святые каноны вселенских соборов и апостольские правила повелевает тщательно проводить катехизацию оглашать то есть учить Слову Божию готовящихся к окрещению не менее трех лет и только после тщательного рассмотрения разбора этой личности оглашенного епископ должен решать допускать ли его до крещения чтобы крещение было действительным нужны три условия если хотя бы одно из них будет нарушено крещение будет как несостоявшимся хотя бы внешне все было соблюдено человек должен уверовать принять Христа в свое сердце как своего спасителя и твердо обещать служить Богу доброй совестью 1 Петра 3.15 руками законно рукоположенного и незапрещенного священника должен быть трижды полностью погружен в воду с произнесением соответствующих слов и все это должно быть совершенно бесплатно все три условия сегодня полностью узаконенно в кавычках нарушаются идет купля-продажа извращенного таинства ясно что Бог бодрствующий над словом своим без наказания не оставит всех участников этого беззакония Иеремия 1.12 Господь сказал мне ты верно видишь ибо я бодрствую над словом моим чтоб оно скоро исполнилось книга пророка наума 1.3 Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания в вихре и в буре шествия Господа облако пыль от ног его и книга пророки пророка Захария 11.17 горе негодному пастуху оставляющему стадо меч на руку его и на правый глаз его рука его совершенно иссохнет и правый глаз его совершенно потускнет и комментарии позвони хорошо хорошо я отрываю на трубку положите теперь не надо включать выключилась она не записывается так может быть просто чернота будет